Всем привет, дорогие друзья! Я решила голословно не рассуждать на тему гибели дятловцев, решила все слова подкреплять литературными источниками. Раньше я ездила в Российскую национальную библиотеку, которая расположена в Санкт-Петербурге на Парке Победы. На Парке Победы это новый корпус Российской национальной библиотеки, а здесь хранятся книги до 65-го года, вернее после 65-го года. Где-то в 2000 году открылась эта библиотека. Так, ну в общем, а сейчас я решила обратиться к тем книгам, которые, возможно, читали дятловцы, возможно, по которым они готовились к своим теоретическим экзаменам. Для этого мне потребовалось поехать в другой корпус, корпус, который расположен на Невском проспекте. Сейчас я вам покажу. Тут старый корпус Российской национальной библиотеки на площади Островского, вот здесь. Сейчас я вам покажу, куда я сегодня ездила за этими книгами до 65-го года. Вот она, Российская национальная библиотека. Здесь расположены книги до 65-го года. Вот это сюда вход в нее. Вот библиотека. И я вам расскажу, что же мне удалось вычитать вот в этих старых книгах по туризму. Сейчас покажу, какие я книги сегодня читала. И кое-что по одному разделу я вам прочитаю. В общем, пока я еще не смогла найти опровержение своей теории. Ну ладно, обо всем по порядку. Итак. Вот так вот внутри в Российской национальной библиотеке в главном корпусе. Это Ленинский зал. Я тут немножко пофотографировала. А я вот тут вот сидела, вот за этим столиком. Сейчас я вам покажу. Вот видите, я на второй этаж залезла, заказала вот эти книги по туризму. Вот я их так получше сфотографировала. Здесь есть Черепов, потом Добкович. Потом, кого я еще книги смотрела. Так, сейчас скажу. Бухану, Буханевич, Ярков, Малейнов. Эти книги я сегодня почитала. Итак, в тех книгах много чего полезного для туристов в теоретической части. Как ставить палатку, как ставить палатку на склоне, как разводить костер, как разводить костер без ямы и так далее. В общем, ну вот я вам... А сегодня я хочу вам прочитать только вот из книжки Черепова. Только из книжки Черепа и конкретно тот раздел, что касается лавин. Ну просто очень хорошо описано. Там просто очень хорошо и доступно написано про эти лавины. Вот видите, какого года эта книжка? Это книга с 37-го года. Такие умные книги. В 37-м году это еще до войны было, да? Сейчас я вам почитаю вот эти вот разделы, что касается лавин. Даже читать не буду. Просто расскажу своими словами. Про опасность лавины. Это страница 160. Ну здесь говорится о том, что лавина – это главная опасность у туристов в лыжном походе. Лавина – это движение снега по склону. Совершенно необязательно для лавины срываться только с крутых склонов. Попасть в лавину очень опасно. Ежегодно гибнут от лавин 80-100 человек. А в период империалистической войны 1914-1918 года погибло в горах от лавины около 30 тысяч солдат всех воевавших армий. Представляете? Ну ладно, сейчас мы что касается... Вот, значит, зимний период в горах изобилуют пылевидные лавины, образующиеся из свежевыпавшего снега. Снег, выпадающий в морозную погоду, сух и пушист. Его частички очень слабо сцепляются между собой. Зимой очень опасно попасть в пылевидную лавину. В первую очередь следует обращать внимание на состояние снега. Свежий, неосевший, сухой порошкообразный снег, в особенности если он лежит на фирне или льду, очень легко образует лавину. Вспомните, склон халат-чахаль был покрыт фирновым снегом. То есть, если бы на него сухой свежий снежок выпал в холодную погоду, легко бы образовалась пылевая лавина. Второй фактор. Температура. При низкой температуре опасность может быть только от сухих лавин. Сильный снегопад при низкой температуре указывает на огромную опасность от сухих лавин. То, что был сильный снегопад, об этом сводка погоды говорит. Я вам сейчас покажу. Что касается сухих пылевых лавин, то время дня не оказывает влияния на их образование. Крутизна склона в сравнении с состоянием снега и температурой играет второстепенную роль. Порошкообразный сухой снег на некрутом склоне является большей опасностью, чем старый слежавшийся снег на склоне в 50 градусов. То есть, смотрите, если склон горы, халатчахаль, был гладким, на него выпал свежий снежок, и если была отрицательная температура, то существует повышенная лавинная опасность. Или такого типа снег, как вот, мне больше нравится описание, как пересыпается песчаный бархан. Мне кажется, такой природы было происхождение этой лавины. Теперь давайте посмотрим погоду. Я надеюсь, все поняли, что туристы умерли 2 февраля. Не в ночь с 1 на 2, а вечером 2 февраля. Или в ночь со 2 на 3 февраля. Я потом объясню, почему так. Значит, смотрите, смотрим на 2 февраля. Сводку погоды. Вы видите, минимальная температура 29 градусов мороза. Видите, какое резкое похолодание было. Плюс в эту ночь, в этот день 2 февраля, вот это иней, вот это снег. Посмотрите, и снег, и иней. Тут, кстати, очень плохо видно, что там дальше нарисовано. А на следующий день 3 февраля, вот видите, солнце. Вот это солнце могло способствовать закреплению следов столбиков. Так что ничего удивительного. 2 февраля было резкое похолодание и снег. Видите, никаких противоречий нет. Склон был, если покрыт фирновым снегом, элементарно могла сойти пылевая лавина. А на следующий день солнце закрепило следы столбики. Поэтому они так долго и простояли на склоне. В общем, это я вам только кусочек прочитала про лавины. Мне понравилось, что тут описано, что снежно-пылевая лавина, крутизна склона не играет второстепенную роль. Главное, чтобы был мороз и свежий снег. Порошкообразный сухой снег, который элементарно мог засыпать палатку дятловцев. Ну давайте еще раз обратимся к фотографии последних часов жизни наших друзей. Ну вот неужели не видно, что тут абсолютно снег и мороз? Так снег или мороз? Возможно, снега нет, но возможно мороз. Вот мне даже уже сейчас начинает казаться, что вот в данный момент на фотографии снега нет, а мороз есть. Ну тут трудно сказать. Здесь вроде как будто бы снег есть, да? Как будто бы снегом их... Ну то, что ветер есть. Может есть ветер, а может и нет ветра. Трудно сказать по фотографии. Ну давайте тогда обратимся к схеме Масленникова. Ну вот представьте. Гладкий фирновый снег на склоне. Мороз. Начал падать снег. Падает порошкообразный снег. Куда он денется? Естественно, он не закрепится на склоне. Естественно, он весь сыпется вот в эту зону, где находится палатка. А если сильный ветер, то еще из противоположного склона нанесет порошкообразного снега. Вы представьте только, вот если с неба падает порошкообразный снег, куда ему деваться? Куда деваться снегу? Только засыпать вот эту зону, где находится палатка. Поэтому они, когда их присыпало этим порошкообразным снегом, они разрезали палатку, потому что стали задыхаться или их придавило. По о том, что говорят, почему не осталось лавинного выноса. Да потому что это порошкообразный снег. Его сдуло, и все, и нет никакого лавинного выноса. Он как песок. Песок, как песчаный бархан. На песчаном бархане никаких выносов не остается, никаких следов. Так, а на следующий день припекло солнышко, и следы столбики сформировались и долго держались на склоне по этому. У меня объяснение, по-моему, вполне логичное. Ну ладно, до новых встреч. Сейчас вы начнете критиковать. Я люблю. Но большинство людей, конечно же, согласны со мной. Пока.